У нас будет правило смертельной битвы. Это никакого партера. Ты в это же сам веришь? Эй, пацаны, я слово дал, забираю обратно. Бой по правилам Mortal Kombat в исполнении у Байдулы Рейдена Тагирова и Гарри Скорпиона Барабанова пошел немного не по плану. На конференции бойцы договорились биться в стойке без борьбы. По итогу устная договоренность продлилась чуть больше одного раунда. Примерно в середине второго отрезка действующий чем перешел к плану Б и перевел соперника в партер, после которого по большому счету все и закончилось в пользу УБ. Закономерно по окончании боя между сторонами возник конфликт. Почему ты решил перевести? Что пошло не так? Ну, я хотел перевел. А ты что хочешь, когда ты вытягивал стойки что ли? Брат. Я делал все возможное. Эй, вы что тут пустую? Не знаю, что вы хотите. Это был тараран. Не потянул. Не позалили. 50% отравлен. Вот чего стоит твое слово получается? Как дальше мне тебе доверять? Ну как мне тебе доверять? Нет, подожди. Я тебя не оскорбляю. Я тебя не оскорбляю. Вы же на ММА вышли общаться, правильно? Смотри, мы выходим. ММА написано, правильно? Вот ММА написано. Если бы я с собой по кулачке дрался, я бы тебе проходы не делал, правильно? Как я понимаю, Барабанов и Тагиров пока еще не пришли к общему согласию. Но свою порцию добротного хейта у Байдула уже выхватил. Да нет, да что за хейт, блин? Я человека бабил, что за хейт? Своим экспертным мнением по этой ситуации поделился главный борец за справедливость и противник всех негодяев в индустрии Александр Харонженко. Вышел выпуск Хардкор ММА, где дрались барабанов у Байдула. У них была договоренность, что весь бой пройдет в стойке. Если в случае перевода, партер, один из соперников отдает половину своего гонорара. Об этом они разговаривали и в соцсетях, и на конференциях. Так вот, у Байдула не вывозил стойки, пропускал много и решил перевезти. Ну, решил и решил, с кем не бывает, не хотел рисковать, так сказать. Но самое интересное было после боя, когда у Байдула задали вопрос, будет ли он отдавать обещанное, то он начал рассказывать, что посмотрим, у меня еще нет на кармане гонорара, когда будет, тогда поговорим. Короче, детский сад начался, я не понимаю, как можно с вами, с вами это соперниками, о чем-то договариваться, если вы не выполняете свои обещания. Поэтому, я думаю, тебе нужно подсобраться и на конференции отдать обещанное. Несмотря на то, что я с Барабановым не очень в хороших отношениях, он повел себя плохо по отношению ко мне, в этой ситуации я его поддерживаю. Поэтому, вот этот детский сад, который вы разводите после боя, вот, у меня нет на руках, когда будет, вот, у меня просто гонорара не было. Ну, и что за бред вообще, это вы можете вчерашним рассказывать. Давай, хотелось бы, чтобы каждый отвечал за свои слова и противостояния с Барабановым у тебя по кулачке не будет, тоже не нужно, пусть созвонит, тебе там ничего не светит и не вывезешь ты там однозначно. Поэтому чуть-чуть пособранней сказал, сделал. Тогда никаких вопросов не будет и осуждений так тем более. Несмотря на то, что УБА пообещал разрулить этот момент на ближайшей конференции, нападки со стороны торпеды Калмыкова оставлять без ответа не стал. Вчера мне скинули видео, где Харонжинга высказывается по поводу нашего инцидента с Гарри, который произошел после боя, по поводу нашего гонорара и так далее. Я не пойму для чего и куда этот Саня вообще лезет, кто его просит говорить какие-то слова и какое отношение он к этому имеет. То, что у нас было, мы сами решим это все с Гарри и с теми людьми, кто к этому имеет хоть какое-то значение. А именно для зрителей хочу объясниться, что послужило к тому, что я не сказал, что я сразу отдам гонорар. В момент, когда я перевел Гарри, у главы его начали кричать его менеджер. Тренер начал кричать, типа, ты не мужчина, ты не сдержал слово, ты там такой плохой и так далее. Послушайте, у нас была договоренность, если я перевожу, я отдаю деньги, зачем мне кричать о том, что я не сдержал слово или еще что-то. Мы зафиксировали это тем, что я отдаю гонорар. Я отдал. Кто вам сказал, что я что-то кому-то не отдал, не отдал, то, что я не хочу отдавать. Знаете, если за это зацепиться, то можно уже много чего сказать и пойти на принципе и сказать, да я вообще не отдам. Этого не было. Выйдет конференция, вы увидите все. Что касается того, что я не вывозил стойки, ты какой бой смотрел? Где я в стойке не вывозил? Где я в стойке не вывозил? Я перебивал человека в стойке. Просто человек пер вперед и все. Просто выкидывал и пер вперед. А то, что боя по кулачке не будет и то, что мы просто звоним, по-моему, ты слишком резкие высказывания сейчас сказал, за которые тебе в любом случае придется отвечать. Когда ты что-то говоришь, нужно следить за языком. Твое мнение никто не спрашивал. Раз уж сказал, придется за него еще и отвечать. Как известно, у Харонженко остался последний поединок по действующему контракту на хардкоре, который он должен был провести с Куриевым. Но, к сожалению, это противостояние под большим вопросом. Да и отношения у Александра с лигой оставляют желать лучшего. За сим-корреспондентом канала Спорт24 был задан актуальный вопрос Дани Регбисту. А не хотел бы ли он подписать Харонженко свою организацию? На что фронтмен Топдога ответил, а почему бы и нет. Нет ли у тебя ощущения, что этот персонаж был бы интересен? А что у него? Там он без контракта, у него что-то случилось. У него остался один бой по контракту с хардкором. Я что, хардкор не собирается его продлевать? Это же такой ценный актив для хардкора, пока они его потеряют. Ну, может быть, будет вариант перехватить, например. Да, у меня особо нет такого, что мы берем, как-то, коржи насидим и ждем, как кого-то перехватить. Боец сам должен ходить, если он сам этого захочет, если он сам к этому придет. И какие-то взгляды, как у Кирилла, допустим, ему искренне самому было интересно попасть в Топдог. Если у Харонженко будет такое желание, то я бы рассмотрел этот вариант. Что думаете об этом? Как бы смотрелся Харонженко в лиге Топдог, по вашему мнению? Как прокомментируете его конфликт с Тагировым и в целом ситуацию в бою с Барабановым? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok